Ирина спрашивает, неужели в духовном тоже есть войны? Я всегда считал, что там только любовь. От начала миров и до конца всё мироздание, кроме единственного Творца, единственной высшей силы, любви, всё остальное построено на борьбе противоположностей, то есть на войне. А Творец постигается нами при достижении любви в виде абсолютной отмены ненависти, войны, противостояния. То есть в полной отмене каждого против других. Таким образом мы формируем образ Творца в себе, создаём его. Как сказано, вы сделали меня. Вы сейчас говорили о войне внутри каждого человека, да? Ну, конечно. Да? Это и есть духовная война. Да, а внешняя – это только на животном уровне. Да, непросто это, непросто. Вы когда-то говорили так, что войны внешние происходят потому, что мы не довели наши внутренние войны, не провели их как следует, наши внутренние войны, поэтому войны внешние. Да. Вот вы можете это ещё пояснить немножко? Кстати, много вопросов было по этому поводу. Я не довёл свою войну до конца или я… Я должен был сражаться, я должен был противостоять, я должен был стоять, выступать во главе светлых сил против тёмных сил в себе и таким образом видеть, как я этим двигаю мир к состоянию связи, сближения, любви во всех его частях, противоположных. И таким образом я привожу состояние войны к состоянию настоящего мира. Мир – это шалом, шлемут, полностью объединение, ашлама. То есть я должен был, вы сказали, говорить, это делать, да? Нет. А я это не делал, да? Каким-то образом я всё-таки где-то не доделал, и поэтому дал возможность проявиться этому и в самом низшем виде. Вне? Вне. Вот в физическом мире этом, да? Да. То есть теперь, чтобы остановить эту войну, как следствие вашего вот объяснения, чтобы остановить эту внешнюю войну, я должен снова вернуться в свои эти внутренние войны? Я должен это сделать, и все должны это сделать, потому что война внешняя, она и существует только для того, чтобы подвинуть нас к внутреннему соединению. То есть решение войны вот этими внешними силами, там кто-то победил, кто-то проиграл, это не решение войны. Это, да? То есть дальше будет следующая ещё война? Конечно, этим не решается ничего. Это решается в дороге, в пути, как дальше продолжать следующую страницу войны. То есть следующая страница войны так или иначе будет? Конечно. И ещё может быть страшнее даже, да? Конечно, страшнее. Остановка только вот это, то, что вы говорите. Вот это, это главное. Самое главное в начале конфликта быстро определить, в чём он заключается, и погасить его тем, что ты объединяешь, дополняешь конфликтные стороны так, чтобы они выявили Творца. Вот есть две конфликтные стороны, ненавидящие конфликтные. Как они могут в начале конфликта вдруг остановиться? Подняться между собой, подняться выше себя, представить себе, каким должен быть мир, если они объединяются вместе настолько, что не различают друг друга, а только связь между ними.